Девушки отдыхают В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. В эфире радиожурнал «Зори Кавказа» В эфире радиожурнал «Зори Кавказа» В эфире радиожурнал «Зори» Встают над Кавказом лучистые зори И жизнь расцветает, как солнечный май И песню о дружбе от моря до моря Поет наш орлинный ликующий край И от края до края Людям счастье дарят Дружбы алые зори Над крепками горят Дружбы алые зори Над крепками горят Радиожурнал «Зори Кавказа» Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании В Северокавказском федеральном округе Вести Северный Кавказ Карачаево-Черкесия Глава региона Рашид Тимрезов Представил утвержденный состав Нового правительства Карачаево-Черкесии Во главе с председателем Асланом Анатольевичем Озовым Кадровые изменения произошли в пяти министерствах Кроме того, новым постоянным представителем Карачаево-Черкесской республики В Москве назначена Мадина Гогова Руководитель республики поздоровал работников Сферы образования с Днем Учителя За вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения Многолетнюю педагогическую деятельность И в связи с празднованием Дня Учителя Пять преподавателей получили удостоверение К почетному званию Заслуженный учитель Карачаево-Черкесской республики Делегации из Карачаево-Черкесии Принимают участие в традиционной Российской агропомышленной выставке Золотая осень в Москве Выставочная экспозиция Карачаево-Черкесии Представлена тремя инвестиционными проектами Актуальными для региона Демонстрирующими реальные результаты И перспективы работы по импортозамещению И развитию экспортного потенциала У Марти Киев специально для радиожурнала Зори Кавказа Вести Кабардино-Балкария В Нальчике пройдет третья Научно-практическая конференция Инфекционистов СКФО На тему актуальные вопросы Инфекционной патологии Северокавказского федерального округа В конференции примут участие главный внештатный инфекционист Минздрава России профессор Ирина Шестакова Главный инфекционист ЮФО Доктор медицинских наук Владимир Городин Главные внештатные специалисты регионов СКФО Программа конференции включает 14 актуальных лекций И докладов от ведущих специалистов Минздрав Кабардино-Балкарии При поддержке фонда здоровья и развития Реализует в республике проект СМС маме Жительницы республики, которые собираются Или уже стали мамами Подключают к бесплатной коммуникационной Социальной услуге СМС маме Теперь каждая женщина В течение всего срока беременности И первого года жизни ребенка Сможет получать важные СМС-советы Сервис будет уведомлять о различных пособиях Выплатах, отпусках и законах Стоящих на страже здоровья и благополучия Женщины и ее будущего Или новорожденного ребенка Чтобы получить столь нужную информацию Необходимо отправить сообщение Со словом «Мама» на короткий номер 5253 В Эльбрусском районе Открывается крупнейшее на юге России Рыбоводческое хозяйство В завершающую стадию вышли работы По сооружению в Тернаузе От самого высокогорного в стране Производственного комплекса По выращиванию ценных видов промысловой рыбы Осетра и стерляди На данном этапе строительства Готовы 3 пруда и 2 отстойника Смонтировано 20 бассейнов Идет сварка еще 30 Предусмотрено производство Порядка 50 тонн осетровой рыбы И более 3 с лишним тонн Пищевой икры в год Рыбоводческое хозяйство Рассчитано на 40 рабочих мест С введением дополнительных станций Переработки штат работников Будет увеличиваться Эльбрусский район готовится К грандиозному музыкальному форуму В Тернаузском дворце культуры Имени Кайсына Кулиева состоится Рок-фестиваль «Миражи» В котором примут участие лучшие Рок-группы из городов СКФО Как отмечают организаторы Общественной организации клуб «М-Драйв» Название фестиваля «Миражи» связано с тем Что одна из старейших групп Кабардино-Болгарии Именовалась именно так И представляла город Тернауз Возрождая былые традиции Живой музыки в родном городе Представители музыкальных коллективов Тернауза совместно с рок-музыкантами Избаксана и Нальчика Стали инициаторами проведения фестиваля Марина Османова Специально для радиожурнала «Зори Кавказа» Вести Северная Осетия Свой национальный фестиваль «Праздник пива» Наподобие немецкого «Октоберфеста» Северная Осетия проводится уже несколько лет подряд Для осетин пиво не просто хмельной напиток А важный атрибут национальных и религиозных обрядов История которого своими корнями уходит в глубину веков И связана с нардским эпосом Рецепты традиционного национального пива В Осетии передаются из поколения в поколение При этом у каждого мастера есть свои секреты его приготовления За его проведение 6 лет назад Взялся тогдашний руководитель группы компании «Бавария» А ныне глава республики Вячеслав Бетаров С тех пор фестиваль приобрел статус международного И, как отмечает сам Вячеслав Зелимханович Стал настоящим праздником осетинских обычаев Распространившихся далеко за пределами Осетии Ежегодно он проходит во всех районах Северной и Южной Осетии А также среди осетинской диаспоры Кабардино-Балкарии На новой неделе определяют лучшего пивовара республики А пока конкурс «Ирон Багана» проходит в районах В нескольких уже выбрали своих знатоков хмельного напитка Один этап прошел в Южной Осетии А открыли фестиваль в этот раз в Самаре Итоги же кулинарного соревнования подведут 14 октября во Владикавказе Удивлять строгое жюри финалисты будут не только густой пеной И оригинальным вкусом напитка Кроме осетинского пива на столах у конкурсантов будут и национальные блюда Мастерицы пивоварения, которые займут первые три места, получат ценные призы и подарки Северная Осетия принимает участие в главной сельскохозяйственной выставке страны Которая в эти дни начала свою работу в Москве на ВДНХ Вместе с другими российскими регионами республика показала свои аграрные возможности Для потенциальных инвесторов Осетия подготовила сразу несколько проектов Самые масштабные – строительство плодохранилищ Также запланировано строительство мясомолочного комплекса Как отметили представители делегации, развитие аграрного направления невозможно без современных технологий Именно на них делают ставку в отрасли Кроме того, республика встраивается в систему импортозамещения В этом году участникам и гостям «Золотой осени» свою продукцию представили 15 производителей Это и консервная, и пищевая, и другая сельскохозяйственная продукция агрария в Северной Осетии На открытой площадке прошел фестиваль национальных культур В павильоне Северной Осетии гостей угощали традиционными осетинскими пирогами и другими блюдами национальной кухни Глава республиканского правительства Таймур Астускаев и временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Республики Рима Диццоева Провели несколько деловых встреч и позитивно оценили перспективы сотрудничества с другими регионами России Что знает среднестатистический россиянин о соседях по большой стране, покажет этнографический диктант Масштабная акция прошла во всех регионах России по инициативе Министерства образования Удмуртии В формате тестовых заданий все желающие могли проверить свой уровень кругозора В Северной Осетии школьники, пенсионеры, сотрудники Министерства ведомств, все добровольцы старше 15 лет сдавали экзамен во Владикавказе, Правобережном, Алагирском и Пригородном районах Результаты будут известны в ближайшие дни Высшую оценку 100 баллов получат те, кто правильно ответит на все 30 вопросов Организаторы надеются, что диктант не только покажет уровень знаний россиян, но и заставит задуматься о том, кто и как живет рядом И поможет развитию добрососедских отношений В Северной Осетии завершился 11-й фестиваль в гостях у Ларисы Гергиевой В заключении на сцене Театра оперы и балета прошел гала-концерт, который собрал самые запоминающиеся выступления По словам организаторов, в этот раз творческая площадка собрала еще больше участников и зрителей, чем в предыдущие годы Своим талантом осетинскую публику покоряли артисты из Германии, Италии и Франции Россию представляли коллективы ведущих театров Как отметила автор и идейный вдохновитель фестиваля Лариса Гергиева, шедевры мирового музыкального искусства за этот месяц увидели около 15 тысяч зрителей В рамках фестиваля прошло сразу несколько премьер Также сцена Театра оперы и балета стала дебютной площадкой для талантливой молодежи республики, которая учится в разных вузах страны Для них специально организовали концерт Большое внимание уделили в этот раз и совсем юным зрителям Для детей подготовили сразу две премьеры Зарима Джекаева, специально для радиожурнала «Зори Кавказа» Вести Чеченская Республика В Грозном прошла научно-практическая конференция «Патриотизм как общенациональная идея России» В работе форума принимают участие руководители органов государственной власти Российской Федерации и Чеченской Республики Мэры и главы муниципальных образований городов воинской славы А также представители политической, деловой, интеллектуальной, военной элиты России Организатором мероприятия выступил Союз городов воинской славы России Проведение конференции в Грозном было приурочено ко дню города Мероприятие будет способствовать реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы Участники конференции обсудили проблемы и приоритеты патриотического воспитания российских граждан в условиях возникновения новых вызовов безопасности Российской Федерации Столица Чеченской Республики отметила день рождения В преддверии дня города в Грозном прошло открытие ряда объектов В торжественной обстановке состоялось открытие реконструированной улицы Сайханова в Октябрьском районе города В мероприятии приняли участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и другие официальные лица республики Также прошло открытие супермаркета «Ассорти» Он расположился в торговом центре «Минутка» В структуре супермаркета три цеха – кулинарный, кондитерский и пекарный Он обеспечит рабочими местами более 90 человек Еще одним важным событием в жизни республики стал запуск перинатального центра «Родильный дом» по бульвару Дудаева в Грозном Мечети в Октябрьском районе столицы, детского сада в станице «Илиновская» Мемориального комплекса участникам Великой Отечественной войны И сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга в Шатойском районе Комета Салтаева, специально для радиожурнала «Зори Кавказа» Вести Дагестан Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, постоянного представительства республики При президенте России в Москве Встретился с депутатами Государственной Думы Федерального Собрания России Седьмого созыва, избранными от Дагестана Это Гаджимед Сафаралиев, Магомед Гаджиев, Заур Аскендеров, Мурат Гаджиев, Юрий Левицкий, Умахан Умаханов, Абдулгамид Эмир Гамзаев, Абдулмаджит Маграмов и Бывайсар Сайтеев Глава региона подчеркнул, что рассматривает депутатов Госдумы как своих соратников и единомышленников Способствующих продвижению интересов республики на разных уровнях, формированию имиджевой политики региона В Махачкале прошел второй этап акции «Работайте, братья!» в память о Герое России Магомеде Нурбагандове Акция стала всероссийской Ее уже провели в Сургуте, Нижневартовске, Нефтьюганске, Сыктывкаре В настоящее время ведется работа по запуску площадки в сети интернет «Работайте, братья.рф», на которой будут размещены элементы акции для скачивания и самостоятельного изготовления Северный въезд в древний город Адербент украсила арка, стилизованная под крепостную стену цитадели Нарынкала Строительство проводилось за счет средств генерального директора Дербентского завода игристых вин Магомеда Садулаева Высота въездной арки, выполненной из дербентского камня, порядка 7 метров, верх сооружения украшают фрески Команда дагестанских казаков, представляющая Кизлярское окружное казачье общество, впервые приняла участие в 19-х молодежных казачьих играх в Железноводске По словам директора Кизлярского казачьего центра Сергея Преснякова, команда показала очень хорошую подготовку по всем видам соревнований Первые уроки в рамках проекта «Школа Кавказского гостеприимства» состоялись в Хунзасском районе республики В них приняли участие более 200 учеников старших классов средних общеобразовательных школ района, на территории которого расположена особая экономическая зона Матлас, развивающаяся в составе туристического кластера на юге России Дагуз-филармония открыла 4-й международный фестиваль духовых оркестров «Дагестанские фанфары» концертом Азербайджанского государственного духового оркестра под управлением «Карайю Сюфли Фарха Таир Оглы» Большая часть концертной программы была посвящена музыке азербайджанских композиторов Особенность фестиваля в том, что он идет на протяжении всего концертного сезона Дагестанской филармонии Безернися Гусейнова для радиожурнала «Зури Кавказа» Радиожурнал «Зури Кавказа» В селе Химой Шаройского района Чеченской Республики прошла торжественная церемония введения в эксплуатацию вновь отстроенных и отреставрированных объектов Комплексная реконструкция муниципального образования началась в мае текущего года По поручению главы республики был создан оперативный штаб по реконструкции А 2016 год объявлен годом Шаройского района Предлагаю вашему вниманию репортаж корреспондента ГТРК «Войнах» Ларисы Бакаровой Комплексное восстановление Шаройского района Чеченской Республики завершено Зажатые сроки здесь полностью заменены крыши и окна более 600 домов Помимо реконструкции здесь построены административные и общественные корпусы, а также 9 мечетей На торжественное открытие приехал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров Поздравляю вас с завершением строительного и построительного работ в Шаройском районе Сегодня праздник не только для жителей этих прекрасных посыкорных сел, но и для всей республики Новая жизнь в Шарой является еще одним шагом на пути реализации курса нашего первого президента Героя России Ахмата Джейкадырова Направленного на улучшение жизни народа в Ратистане нашей Родины Комплексная реконструкция района началась в мае 2016 года Надо отметить, что на 5 месяцев выполнен огромный объем работ Я уверен, что эти преобразования будут способствовать к итогу инвестиций в Шаройский район Росту его туристических потенциала, повышению доходной базы муниципального образования И улучшению качества жизни населения Кроме административных зданий в селе заново отстроены дом культуры на 300 мест В котором желающие могут брать уроки пения, музыки и танца Детский сад на 40 мест и участковая больница с транспортом для скорой перевозки пациента Также проложен водопровод протяженностью 30 км и многокилометровые асфальтовые покрытия Теперь жители могут с комфортом ездить в соседние села Глава Шаройского муниципального района выразил благодарность в адрес руководства республики И президента регионального общественного фонда имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова Аймани Кадыровой Здесь же, прочитав дуа, состоялось перерезание красной ленты Почетное право предоставили председателю Совета Алимов Чеченской Республики и СКФО Хажахмеду Хаджи Кадырову Глава республики наградил почетными званиями и медалями людей, принимавших участие в восстановлении района Высшую награду Чеченской Республики, Орден Кадырова, был вручен главе Шаройского района Рамзану Магомедову По завершению мероприятия собравшиеся открыли обелиск памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмад Хаджи Кадырова Также без подарков не осталось и местные детвора, 200 детей получили велосипеды Преобразованием рады жителей села Кинхи Высокогорный населенный пункт изменился до неузнаваемости Хотя совсем недавно здесь можно было снимать фильм о Средневековье Исхудавшие ветхие строения могли служить для этого хорошими декорациями Теперь жители начинают привыкать к новой жизни, лишенные неудобств В их числе и Рамзан Жалалдинов, ранее выражавший необоснованные обвинения в адрес руководства региона Республика подарила нам дорогу, это будет наш потомка вечной памяти Я думаю, такого, как святого на этом земле нет, дорога С мачете можно снять бревно, дорогу поставить, а дорогу снять, мачете поставить нельзя Такое святое дело, это дорога Спасибо очень большое Кадыру Рамзану и Аймане, ее матери, что выросли такого сына Благодарю нашему президенту, поздравляю его с избранием его на новый срок Я очень рад и рад, что он приезжает, каждый раз интересуется, слава Аллаху, что именно он и другой президент В селе Кенхири реконструированы социально важные объекты Школа, отдел культуры, музей, администрация и несколько мечетей С открытием района открылась и новая страница в истории муниципалитета Радиожурнал «Зори Кавказа» Те, кто однажды лишился зрения с поддержкой близких, со временем привыкают к жизни вслепую Опираясь на слух Слабослышащие люди осваивают язык жестов Но каково тем, кто лишен возможности и слышать, и видеть В Северной Осетии без звуков и света живут 24 человека Каждому из них нужен особый уход и внимание На помощь приходят социальные работники Для них в республике провели обучающий семинар московские специалисты Рассказывает корреспондент ГТРК Алания Юлия Филатова 20 лет в жизнь буквально на ощупь Валентине Калашниковой 86 И она прекрасно ориентируется в своем доме Трудно поверить, что эта женщина уже давно не видит За ее плечами Великая Отечественная 40 лет работы учителем русского языка и литературы Вся семья Валентины уже давно переехала за границу Говорит, пытались забрать и ее, но не захотела Признается, к новому месту привыкнуть так и не смогла В родной Осетии чувствует себя комфортнее Родные регулярно справляются о здоровье По дому же помогает соцработник Светлана Она приносит продукты и лекарства Когда я начала полностью Уже слепнуть, катастрофа от нас Стала, в течение трех дней Я потеряла свое зрение Но я по характеру бойцовский человек И оптимизма у меня много И потом я люблю свою семью Я стеснялась, не хотела вступать в общество слепых Но ко мне пришел однажды Председатель того времени Ковтон Он был без глаз и без рук С культами был И когда я увидела этого человека, мне стало стыдно Что я паникую, что я все Он меня очень попросил вступить в общество слепых Я вступила в общество слепых В 1982 году С этих пор началась большая общественная работа Валентина помогала слепым получать высшее образование Содействовала устройству незрячих детей в детские сады Помогала психологически и как педагог Говорит, если ее работа приносит пользу людям Есть им лжить У самой же с возрастом стал ухудшаться еще и слух Специально для таких людей с двойной проблемой В Владикавказ прибыли специалисты из Москвы Президент фонда слепоглухих людей Соединения Дмитрий Поликанов Провел обучающий семинар для социальных работников Про особенности работы с людьми С одновременным нарушением слуха и зрения Многие слепоглухи общаются Тактильной азбукой То есть это как бы рука в руку И это очень просто все учится за 30 минут Но как бы нужно об этом рассказать Для того, чтобы люди освоили для себя Это новый навык После опыта своей предыдущей работы Знаю, что в Осетии достаточно активные И некоммерческие организации И государственные структуры И я рассчитываю, что после этого семинара У нас как бы развернется достаточно широкое сотрудничество По целому ряду направлений Это касается и обучения специалистов И обучения педагогов И разные другие мероприятия В том числе, опять же, по выявлению слепоглухих людей Об особенностях сопровождения Рассказал и председатель Общества слепых республики Батрас Гацив Он обратил внимание на то, что нужно заниматься адаптацией Слепоглухих к полноценной жизни Насколько это возможно, чтобы такие люди тоже могли работать Думаю, что это очень необходимо Для того, чтобы каждый знал, как надо общаться С категорией, где слепоглухие Что кроме того, что, допустим, с незрячими общения А со слепоглухими какие-то дополнительные Там нужны мероприятия или внимание какое-то Так что мы надеемся, что мы что-то новое услышим И будем применять в своей работе Как говорят сотрудники Министерства труда и соцразвития В республике ситуация не такая сложная На учете слепоглухих всего 24 человека Но это особая категория людей, к которой нужен особый подход И местные специалисты очень надеются, что опыт из центра поможет Радиожурнал «Зори Кавказа» Ведущие ученые и дайверы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Краснодара И других регионов России Всего около 50 человек Водолазы, специалисты по работе с обитаемыми и необитаемыми подводными аппаратами Техники, врачи изучают Голубое озеро По завершении работ на озеро начнут водить экскурсии Тему продолжит корреспондент ГТРК «Кабардино-Балкария» Марина Османова Завершается первая неделя масштабной экспедиции По исследованию Голубого озера Кабардино-Балкарии Которое проводит Русское географическое общество Председатель правительства КБР Али Мусуков И глава администрации Черепского района Борис Муртазов На исследовательском батискафе погрузились в Голубое озеро отметки 200 метров Пилотировал батискаф исполнитель и директор Центра подводных исследований Русского географического общества Сергей Фокин Он же был пилотом батискафа во время погружения президента России На дно Черного моря в 2015 году Основная цель мероприятия – комплексное изучение уникального природного объекта Каким является второй по глубине в Европе малый водоем карстрового происхождения Озеро имеет форму кувшина, а дорога над ним висит в виде карниза Данная экспедиция поможет понять геологию всего Кавказа И то, как создавались наши горы, сообщает после погружения Али Мусуков Глубоководный научно-исследовательский аппарат PRO-S-Explorer-3 Имеет форму катамарана из прочного акрилового корпуса с 360-градусным обзором Исследователи намерены составить карту подводной части озера И подготовить ряд научных материалов, а также серию телевизионных программ Для российской и международной аудитории Говорит исполнительный директор Центра глубоководных исследований Русского географического общества Сергей Фокин Взятие проб воды с разных глубин, взятие проб грунта Вторая часть нашей экспедиции – это медицинские исследования Влияние глубоководных спусков на человеческий организм В рамках экспедиционного плана будут осуществлены геологические, гидрологические и водолазные работы С использованием специальных подводных аппаратов По словам исследователя Как правило, первым идет осмотровый, ищем объекты Уже потом вылезаем, показываем съемки видео, показываем данные с гидролокаторов И уже два этих аппарата получают конкретные задачи Голубые озера – это жемчужно-туристического комплекса КБР Три из пяти озер – нижнее, голубое, глубина 256 метров Сухое и секретное имеют карстеровое происхождение Примесь сероводорода придает голубому озеру неповторимую красоту Отмечены 12 оттенков воды одного из самых глубоких озер России В Европе таких озер всего два, второй находится во Франции Исследования продолжатся до 15 октября Корреспондент ГТРК «Дагестан» Джамиля Богомедова Один рабочий день провела в Министерстве по делам молодежи республики Чтобы лично понаблюдать за тем, как работают над реализацией молодежной политики Молодежь во многом определяет не только настоящее, но и будущее государство Это сила нашей страны, стратегический и кадровый ресурс Сегодня на молодое поколение делается очень большая ставка Президент страны Владимир Путин неоднократно заявлял, что цель государства – сформировать поколение успешных людей Патриотов России, связывающих с ней свою судьбу, свои жизненные планы Граждан, которые хотят приумножать богатство и мощь своей страны О деятельности министерства по делам молодежи республики в интервью с министром Арсеном Гаджиевым Арсен Русланович, Вы возглавляете ведомство с января 2016 года За этот период что изменилось и каких успехов удалось достичь И вообще с чем Вы столкнулись, когда вступили на должность министра? Мы за последний промежуток времени активно участвовали в федеральных программах И в одной программе мы выиграли У нас теперь есть возможность поддержать молодых начинающих предпринимателей По одной из федеральных программ направленных на субсидирование субъектов молодежного предпринимательства 9 миллионов 270 тысяч привлекли Мы выиграли больше проектов и соответственно большую сумму на молодежных форумах Нежели чем в прошлые годы Ну я даже цифры озвучу На форуме территории смыслов мы выиграли полтора миллиона рублей На форуме маршук мы выиграли 18 миллионов 200 тысяч рублей На форуме Таврида мы выиграли 200 тысяч рублей И в сумме эти проекты нам позволят какие-то и проблемы решить И создать и рабочие места новые для молодежи Это очень важно И с этого года мы не просто проверяем Реализовали ли молодые люди проекты или нет Мы совместно с ними реализовываем эти проекты То есть мы контролируем и помогаем реализовать эти проекты на всех этапах реализации Мы создали два новых отдела Это отдел по взаимодействию с образовательными организациями Мы приняли на работу 7 представителей или лидеров студенческих организаций вузов Республики Дагестан Дагестанского госуниверситета, технического университета, педагогического университета, аграрного, медуниверситета, правовой академии и университета народного хозяйства 7 человек мы приняли на работу, руководители студоорганизаций Мне известны все проблемы, которые есть в этой среде. В частности, проблемы, связанные с взаимодействием органов студентского самоправления с органами исполнительной власти, реализующим государственную молодежную политику. И с этим мы приняли такое решение. Далее, соответственно, тоже новое рабочее место. Я в свои годы и мечтать не мог, что я буду параллельно работать в УЗИ и еще в министерстве. Обычно мы показывали себя, стремились, нас где-то даже не замечали. А вот здесь мы сами в министерстве делаем шаг навстречу молодым людям. Мы создали отдел по взаимодействию с органами местного самоправления и взяли на работу четыре человека, которые постоянно проживают территориально в четырех наших территориальных округах и осуществляют свою работу в тесном взаимодействии с уполномоченными главы республики Дагестан в территориальных округах. Вот это такое тоже у нас новшество. Стараемся, чтобы деятельность министерства по делам молодежи и все наши шаги были максимально прозрачными и открытыми. А министерством проводится множество мероприятий с участием молодежи не только в республике, но и по всей стране, такие как Машук, Селигер, Каспий. Несмотря на отсутствие бюджета, активно проводим региональные наши внутренние форумы республиканские. Форумы в Чендерчарово, Кушинском районе мы проводили. Далее мы проводили впервые в Дохадаревском районе исторический форум молодежной и цари в 2016. Буквально недавно в Табасаранском районе Табасаран-2016. Сейчас мы готовим в конце октября с 27 по 30 будет молодежный историко-краеведческий форум Кайтак-2016. И мы эти форумы проводим в тесном взаимодействии с муниципальными образованиями, с привлечением спонсоров, партнеров. Поэтому это еще раз говорит о том, что эта работа может быть эффективной только когда все субъекты, которые реализуют молодежную политику, должны работать в тесном взаимодействии. У нас есть форум «Эффективный муниципалитет». Проходит у нас в четырех территориальных округах. В Южном был в Дербенте у нас, в Горном – в Хомзафе, в Северном – в Фас-Юрте, в Центральном – был у нас в Министерстве по делам молодежи. Мы сейчас активно развиваем международное молодежное сотрудничество. Сегодня есть такие люди молодые, которые не могут найти себя в социуме, ожидая, что кто-то им приподнесет все на блюдечке. Что вы можете сказать о таких людях? И вообще как с таким людьми быть? Я хочу, чтобы понимали, да, радиослушатели, молодые особенно, запомните одну вещь. Вам в этой жизни никто ничего не должен. Это звучит, может быть, страшно, жестоко, может быть, где-то, цинично, но еще раз говорю, вам никто ничего не должен. Вы должны добиваться всего сами, своим умом, трудом, целеустремленностью, рвением. Чтобы это получалось, нужно хорошо учиться. Хоть это, может быть, для кого-то звучит банально. Я знаю десятки, сотни примеров молодых людей, которые действительно своим трудом себе пробивали вот эту тропиночку. Без трудностей мы не становились бы сильнее. Вот, поэтому не надо бояться этих трудностей, нужно их преодолевать. Арсен Русланович, благодарю за встречу. Я от лица молодого поколения хочу выразить слова благодарности вам за оказываемую всестороннюю помощь молодым. Удачи, успехов вам и вашему единственному. Вам спасибо. Радиожурнал «Зори Кавказа». Десять лет до векового юбилея. Встретить войну в 15 лет, работать швеей, заведующей детским садом, начальником почтового отделения, заведующей универмагом. И все это о Вере Сергеевне Савельевой, труженице тыла. Подробности в материале корреспондента ГТРК Карачаева-Черкесия Альбины Охтовой. Немало повидала на своем веку эта мудрая женщина. А в чем секрет ее долголетия? В окружении большой семьи свой 90-летний юбилей отметила труженица тыла, жительница Карачаева-Черкесии Вера Савельева, которая в страшные военные годы работала в ткацкой мастерской и шила одежду для тех, кто стоял на передовой и защищал родину от немецко-фашистских захватчиков. Вера Сергеевна Савельева родилась 30 сентября 1926 года в маленьком селении Балыкчи, Казахской Советской Социалистической Республики, в простой семье фермера, которую большевики выслали из Украины. Зажиточная семья разом лишилась всего, говорит Вера Савельева. А закрома были, знаете, не маленькие, а вот как вот этот полдома там вот так, да, такие закрома были и полно пшеницы там из поля везли. Своя молотилка была, свои плуги были, свои лошади были у его отца. Уже в выселении девочка росла в нищете и воспитывала своих маленьких братьев и сестер, пока ее мама работала за ткацким станком круглые сутки. Великая Отечественная война застала 15-летнюю Веру Савельеву в городе Чемкет, куда она в одиночку ехала на заработки. Юная девочка осталась на улице, без еды и крыши над головой. Однако одна жительница казахского городка проявила добродушие и приютила Веру Савельеву. А эта женщина и говорит мне, деточка, если ты все умеешь делать, у меня две девочки такие вот, они тоже с 25-го года. Идем я тебя к себе заберу жить, у меня ты побудешь, а потом посмотришь, обсмотрится все, и я тебе отдам, куда тебе понравится, туда и пойдешь. А сейчас я тебя заберу, чтобы ты не скиталась нигде, чтобы тебя милиция не забрала. Я тебя заберу и забрала меня к тебе. Вера Савельева, будучи еще совсем маленькой, помогала маме в работе. И, несмотря на юный возраст, умело обращалась с ткацким станком. Поэтому ее взяли на работу в небольшую швейную мастерскую, где она помогала швеям. Я сама не столкнулась лицом к лицу со фашистами. Судьба уберегла меня. Нам оставалось лишь прикладывать все усилия, чтобы советские солдаты, которые в то страшное время воевали за нашу свободу, ни в чем не нуждались. Мы шили практически всю одежду для солдат – и брюки, и рубахи, и гимнастерки, и нижнее белье, вспоминает труженица тыла Вера Савельева. Девочка не остановилась на достигнутом и прошла фабрично-заводское обучение, после чего начала работать в отделении центральной почты на Клопфере, принимая и отправляя телеграммы, в том числе и военные. Затем несколько лет была заведующей детским садом. После того, как война закончилась, 20-летняя Вера Савельева вышла замуж и через несколько лет родила первую дочь. За дочерью последовали еще два сына и одна дочь. Все же, большую часть своей жизни наша героиня работала в крупных универсальных магазинах «Чемкента», где она после смерти супруга растила детей. В Карачаево-Черкесию Вера Савельева попала лишь после выхода на пенсию в 1987 году. В республику после замужества переехала одна из ее дочерей и забрала с собой мать. «Я живу здесь вот уже почти три десятка лет и не нарадуюсь», – сказала Вера Савельева. Я очень люблю свою бабушку, и что она мне говорит, я всегда к ней прислушиваюсь и слушаю. Бабуля очень чистый, хороший, добрый человек. Она всегда поможет, всегда подскажет. Если плохо, ты подойдешь, просто с ней поговоришь, и тебе как-то сразу на душе спокойно становится. Вот она открытая очень, всегда заступается за тебя, помогает во всем. И ты стараешься ей помочь, чтобы ей было хорошо, чтобы она не болела. Вот когда ей плохо, мы все переживаем за нее, подходим там, спрашиваем постоянно. Героиня подчеркнула, что секретом ее долголетия является крепкая вера. Именно вера помогала ей пройти без болезни длинный жизненный путь и обрести счастье в маленькой Карачаево-Черкесии. Радиожурнал «Зори Кавказа». В музыкальной странице радиожурнала «Зори Кавказа» мы представим сегодня вашему вниманию композицию в исполнении Государственного оркестра народных инструментов Северной Осетии под управлением народного артиста России и Осетии Булата Газданова. В прошлом году в цифровом студийном комплексе ГТРК «Алания» была сделана запись новой концертной программы оркестра. Был также выпущен подарочный аудио-альбом «Шажгаринна Вафтыд» – золотой альбом к юбилею Булата Газданова. И вот теперь звучащие произведения оркестра найдут свое воплощение в видеоформате. В одном из красивейших ущелья Осетии в эти дни прошла съемка концертной программы оркестра. Совсем скоро радио, телевидение, оркестр и кино отметят в республике свои значительные юбилеи. Если говорить об оркестре народных инструментов под руководством Булата Газданова, то за это время был создан уникальный репертуар из произведений композиторов Осетии и Республик Северного Кавказа. Даны многочисленные концерты как в республике, так и за ее пределами. Благодаря оркестру сочинения многих композиторов стали известны и полюбились слушателю. Сегодня оркестр продолжает творческий путь, много ищет, экспериментирует, оставаясь при этом бережным хранителем древней музыкальной культуры своего народа. Более 10 лет не было возможности сделать качественные студийные записи оркестра Булата Газданова. И вот теперь, благодаря инициативе директора ГТРК «Алания» Тимура Кусова, появятся новые произведения, которые будут храниться в создаваемом в ГТРК «Алания» национальном телерадиокинофонде, и воспользоваться которыми смогут не только нынешние, но и будущие поколения слушателей и зрителей. «Мелодии гор» — это фантазия на тему популярных песен Георгия Гуржебекова, которые всегда были любимы слушателями. Булат Газданов создал мелодичное попури из любимых народом песен. Булат Газданов 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 Булат Газданов